Привет, YouTube. На сегодняшнем уроке продолжим изучение тестирования веб-приложений и поговорим об основных понятиях, которые облегчат для вас понимание этой предметной области и дадут необходимую теоретическую канву для продолжения нашей с вами совместной работы. Не пугайтесь, следующие несколько уроков мы проведем уже в практическом режиме, а пока давайте немножко потерпим теории. Начнем с простого. Давайте представим, что мы открываем браузер и что мы делаем в первую очередь. Скорее всего вводим в адресную строку URL, либо же Uniform Resource Locator. Это уникальный адрес сайта в сети, который определяет его местонахождение в сети интернет. Также существует еще два понятия UREN и URI. UREN – это неизменяемая последовательность символов, определяющие только имя некоторого ресурса. Это имя определяет только название самого ресурса, но не говорит, как к нему подключаться. Также существует еще такое понятие, как URI, то есть наш какой-то уникальный идентификатор. Это обобщенное понятие множества идентификации нашего ресурса, которое включает как URL, так и UREN. И может включать их по отдельности, либо же все вместе. То есть мы можем считать, что идентификатор – это наш локатор, либо же идентификатор – это имя, либо же идентификатор – это и наш URL и UREN. Давайте посмотрим на примерах, чтобы вам было более понятно, как между собой отличаются эти три вида сущностей. Итак, смотрите, здесь выделены, что в нашей адресной строке обозначает идентификатор, что обозначает локатор, а что обозначает имя. Как вы видите, наш локатор определяет способ, как мы к нему будем заходить, и саму адресную строку. То есть непосредственно адрес местонахождения в сети. Если мы говорим про имя, то нас не интересует способ, как мы будем вот к данному файлу приходить. Нас интересует в первую очередь только его название. Поэтому название протокола и непосредственно адреса нас в данном случае не интересует. И, как я уже сказал, идентификатор включает в себя как локатор, так и название, но также может включать их по отдельности. Раз мы заговорили про адреса, то, конечно же, если мы говорим о сети интернет, то необходимо обратить внимание на IP-адрес. Что же это такое? Это уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенный по протоколу IP. IP-адрес представляет собой 32-битовое по версии IPv4, либо же 128-битовое по версии IPv6 двоичное число. Вот у нас здесь есть 4 двоичных числа, каждый из которых может включать себя 8 битов. Всего таких кластера 4, поэтому 32 бита, либо же 4 байта. Но использовать двоичную систему исчисления для записи IP-адреса не очень удобно. Они получаются громоздкие, поэтому чаще всего IP-адрес вы видите в виде десятичных чисел, то есть их просто переводят в них. И каждое такое десятичное число не может быть больше 255. Иногда на собеседованиях могут спросить, как переводить IP-адреса из десятичной системы исчисления в двоичную и наоборот. Давайте с вами рассмотрим, как это легко и просто можно сделать. Давайте с вами переведем число из десятичной системы исчисления в двоичную. Для примера возьмем 19. Как это можно сделать, не используя какие-то калькуляторы, либо же конвертеры в другие системы? Для этого мы берем само число, например, это будет 19, и делим его в столбик на 2. Здесь действуют обычные правила арифметики, то есть если мы не сможем делить это число без остатка, то мы берем максимально приближенное к нему, которое делится на 2. Записываем его, и этот остаток у нас будет единица. Дальше то число, которое у нас получилось в результате деления, в данном случае 9, опять делим на 2. Опять повторяется такая ситуация, то есть мы опять записываем максимально приближенное число, и в остатке у нас остается единица. Так мы продолжаем делать вплоть до того, пока у нас не получится так, что мы не сможем дальше продолжать наше деление на 2. То есть в данном случае у нас последняя оказалась единица. Когда мы делим ее на 2, мы получаем число не целое, 0,5, записываем это как 0, и здесь опять же пишем остаток. Этот 0 мы не учитываем последний, а учитываем только то, что у нас спокойно делится на двойку. И дальше мы записываем это число, начиная с самого последнего получившегося и к самому первому. Это число у нас и получится в двоичной системе. Надеюсь, что вам понятно, как это сделать. В любом случае в Телеграме я выложу данные картинки для того, чтобы вам можно было без труда на них посмотреть и освежить в памяти, и как-то структуризировать те данные, которые вы получили в рамках данного занятия. Если же мы говорим про обратную ситуацию, когда нам нужно из двоичной системы перевести в десятичную, тогда мы берем наше число в двоичной системе и, начиная с последнего, нумеруем его. То есть 0, 1, 2, 3, 4. Всего у нас 5 цифр в данном числе. И дальше мы начинаем умножать наши цифры в этом числе на двойку в той степени, которая будет указана сверху, то есть порядковый номер данного числа. После этого мы плюсуем все значения, которые у нас получились, и получаем наше число в десятичной форме. То есть ничего в этом сложного нет, просто нужно потренироваться на некоторых числах, на примерах для того, чтобы набить тебе руку, и в случае, если вас все-таки попросят это. У меня на самом деле на собеседованиях это никогда не спрашивали, но в рамках моего курса, который я проходил в IT-академии, мы разбирали такие примеры, и в принципе никогда не будет лишним изучить данные переводы. Конечно же, есть онлайн-конвертеры, и даже в встроенном калькуляторе Windows есть такая возможность, чтобы переводить числа из десятичной системы в двоичную и наоборот, поэтому этим тоже можно пользоваться. Но всегда есть вероятность того, что вас могут все-таки спросить на собеседованиях, как это можно сделать просто на листе бумаги. Следующий аспект, который я хотел бы затронуть в рамках IP-адреса, это маска под сети. Когда IP-адрес присваивается интерфейсу, например, сетевому адаптеру, компьютера или маршрутизатора, то кроме самого адреса данного устройства, IP-адреса, ему назначают еще и маску под сети. Компьютерная маска под сети нужна для определения границ самой под сети, чтобы каждый мог определить, кто находится с ним в одной сети под сети, а кто за ее пределами. маска под сети, по сути, это тоже 32 бита, но в отличие от IP-адреса, нули и единицы в ней не могут чередоваться. Всегда сначала идут несколько единиц, потом несколько нулей. Например, если мы вот с вами посмотрим на маску под сети, на английском это будет subnet mask, то, как вы видите, у нас сначала прописаны только единицы, а потом нули. То есть такого, как в IP-адресе, у нас быть не может, когда есть чередование. Я думаю, что после рассмотрения IP-адреса вам стало понятно, что такая запись в виде двоичной системы исчисления не очень удобна. Поэтому используют упрощенную версию, прописывают просто количество единиц, которые у нас есть в маске под сети. То есть здесь у нас их 25, поэтому после IP-адреса нашего могут поставить слэш и написать цифру 25. Я думаю, что те, кто когда-либо настраивали браузер, либо же подключение к сети в системе Windows, то вы обращали внимание на IP-адреса и на то, как там прописывается маска под сети. То есть иногда можно встретить такую запись через слэш, и прописано количество вот этих самых единиц, которые у нас содержатся в маске под сети. Но также вы могли встретить и другую запись, когда у нас не прописывается через слэш эта маска под сети, а вообще прописана граница нашей под сети вот в таком вот виде. То есть здесь уже учтена и маска под сети, и сам IP-адрес. Как вообще происходит определение границы под сети? То есть берется наш IP-адрес, берется маска под сети, и каждая цифра, которая содержится в этих адресах, она перемножается друг на друга. И в итоге у нас получается вот такая вот запись, которую в дальнейшем также переводят в десятичную систему исчисления для удобства записи. То есть если мы с вами обратим внимание, то в маске под сети у нас 25 единиц, вот мы их всех перемножили, то есть этот адрес у нас полностью оказался таким же, как и в IP-адресе. Там, где у нас были нули и единицы, которые умножаются на нули, то есть они все записались как нули. Также, когда говорят про IP-адрес, есть статический и динамический IP-адрес. Если мы говорим про динамический IP-адрес, то он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, как правило, до завершения сеанса подключения. В статическом такого не происходит, то есть у нас он всегда один. Также в теме, посвященной вот этим всем адресам, стоит упомянуть еще и такое понятие, как MAC-адрес. Это физический адрес нашего устройства. Он прописывается при производстве сетевой карты. То есть если у вас вдруг на собеседованиях спросят, сколько вообще MAC-адресов есть в системе, то вы всегда должны сказать, что столько же, сколько сетевых карт у нас установлено в оборудовании, которое к этой системе принадлежит. То есть если у нас есть сетевая карта в нашем принтере, то она тоже будет с MAC-адресом и учитываться в этом общем количестве. То есть не всегда верно говорить так, что если у нас, например, есть сетевая карта в компьютере, которая отвечает за наше подключение через Wi-Fi, то она одна. Всегда считаем все устройства, которые подключены к компьютеру и у которых есть MAC-адрес, то есть они могут выходить в сеть. Теперь мы с вами знаем, что же такое IP-адрес, то есть это уникальный номер каждого устройства в сети интернет. И чтобы попасть на сайт, нам необходимо знать IP-адрес устройства, на котором расположен данный сайт. Давайте с вами представим, сколько вообще сайтов вы посещаете каждый день. Если бы они все были зашифрованы вот в этом цифровом виде, в виде IP-адресов, то представьте, какое количество чисел, цифр вы должны были бы держать в своей голове. Это нереально. Поэтому для нашего удобства, для удобства работе в сети интернет, еще в 80-х годах была создана система доменных имен, либо она еще называется DNS. Domain Name System. Смысл ее в том, что каждому цифровому IP-адресу присваивается понятное буквенное имя, либо же его еще называют домен. То есть, когда вы вводите в браузере доменное имя, вот эти сервера DNS преобразуют его в IP-адрес. То есть, у каждого нашего домена, у нашего каждого URL есть соответствующий IP-адрес сервера. И вот с помощью DNS эта информация в буквенном значении преобразуется в числовое, и уже сервера могут понимать, что от них хотят и какую информацию хотят получить. Поэтому мы получаем уже информацию от серверов в этом буквенном виде с помощью преобразования в DNS. И последняя часть нашего занятия будет посвящена кэшу браузера и куки. Что же такое кэш браузера и для чего он вообще необходим? Когда вы серфите в просторах интернета, загружаете, просматриваете веб-страницы, вы, возможно, даже не подозреваете, что ваш браузер автоматически сохраняет определенные данные на жесткий диск вашего компьютера. Это могут быть различные элементы дизайна сайта, картинки, изображения, видеофайлы, музыка и так далее и тому подобное. Это делается для того, чтобы при следующем обращении к странице она загрузилась быстрее. Благодаря тому, что часть информации загружается уже не с сервера, а непосредственно с вашего жесткого диска. Это и есть наш кэш. То есть это данные, которые загружаются с нашего компьютера для того, чтобы упростить нам работу на тех сайтах, которые мы раньше посещали. То есть ускорить ее и не загружать так сервер, как это могло бы быть, если бы мы каждый раз обращались к нему в поисках необходимой нам медиаинформации, например. Если же мы говорим про куки, то это тоже временные файлы, которые хранятся на жестком диске компьютера пользователя. Однако куки служат для хранения персональных данных пользователя. Что же это может быть? Это могут быть данные авторизации, наш логин и пароль, настройки на определенных сайтах, ваши предпочтения. То есть в момент, когда мы заходим на страницу, браузер отсылает эти данные на сервер, благодаря чему мы, например, сразу попадаем на нашу личную страничку в социальной сети без необходимости постоянного ввода логина и пароля на странице авторизации в данную сеть. Также эти данные могут учитываться при выдаче вам контекстной рекламы. То есть они тоже сохраняются, ваши предпочтения есть в браузере, и на основании их уже будет подбираться та реклама, которая вам будет интересна в первую очередь. Это то, что нужно знать про куки и кэш. На следующем уроке мы с вами уже подергаем DevTools, о котором мы говорили на нашем втором занятии, посмотрим основные вкладки в нем и чем они могут нам помочь при тестировании. Возможно, я пока еще не решил, в пару словах расскажу вам о HTML и CSS, либо же, если мы не будем успевать, либо же урок и так получится очень длинным, то я расскажу вам о CSS и HTML на следующих уроках. Поэтому обязательно оставайтесь со мной, кнопка подписаться вам в помощь, дальше будет только интереснее. А пока напишите в комментариях, был ли полезен вам данный урок и что бы вы хотели еще узнать о тестировании веб-приложений. Напоминаю, что полезные ссылки на статьи и литературу вы можете найти в моем телеграм-канале, либо же в описании к некоторым видео. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok